САМУРАЙСКИЙ МЕЧ САМУРАЙСКИЙ МЕЧУ Во всех боевых искусствах меч всегда считался вершиной оружия. Это вершина энергетики, вершина мастерства. Меч являлся продолжением души самурая. Многолетняя практика разработки и изготовления мечей, которая в минимальном варианте занимает 9-12 месяцев, воплотила в себя ту энергетику, которую старые мастера старались передать людям, несущим боевые и энергетические качества этого вида оружия. Изменение тактики боя заставило средневековых мастеров искать универсальную форму для клинков. Так к 15 веку появился самый известный в наши дни японский меч Катана. Спустя век этот тип мечей вытеснил старые образцы и стал самым распространенным среди воинов. Он стал символом чести и достоинства самурая. Отношение к мечу было не просто уважительным, а божественным. Меч был частью божественной силы, переданной верховными силами мастеру, как некая энергетика, как некое дополнительное оружие, позволяющее поражать своих врагов самим фактом своего существования. Тогда же зародилась и культура украшения меча. Мастера создавали настоящие произведения оружейного искусства. Причем боевые качества эти мечи не утрачивали. Повседневная одежда воина по традиции должна была быть однообразных темных тонов. А вот меч мог быть нарядным. Его убранство могло многое рассказать о владельцах. Каким бы разнообразным не было оформление мечей, традиции оружейных школ соблюдались свято. Искусные мастера наносили на детали меча изображения исторических сцен или фигуры животных. В работе использовались драгоценные камни и металлы, но их цвет специально затемнялся. Признаком хорошего вкуса у самураев был только черный цвет. Техника изготовления мечей хранилась японцами в строжайшем секрете. Вывозить такие клинки за пределы страны было запрещено под страхом смерти. Да и сейчас изделия мастеров прошлого делятся в Японии на два разряда. Национальное сокровище и важное достояние культуры. А меч принца Ямато, герой японских легенд, одна из императорских регалий. Японский меч это как произведение искусства. Допустим, если взять его в руки, мы можем наблюдать такой момент, что каждый меч это не только оружие, это символ воспитания. И символ вроде как у различных художников есть понятие экслибрис. Это говорит о том, что на определенной печати или на гравюре вы говорите, что вы делаете, кто вы есть и что вы несете миру. Также японский меч. Если его в руки, когда получаешь, начинаешь рассматривать, начиная, неважно, с субы, с сай, с ножен, с кассеры, понимаешь, что художник и автор ведет к чему-то воспитательному. Главная тайна японских мечей, конечно, не изысканный декор гарды и ножен, а уникальный металл клинков. Перед тем, как приступить к изготовлению меча, японский кузнец совершал долгий ритуал, чтобы очистить свой дух и быть готовым к ответственной работе. Оружейник ни на шаг не отступал от традиций его учителей. Древние мечи были предназначены для колющих ударов, а катана должна была не только пронзать противника, но и рубить. Знаменитое движение «Полет бабочки». Когда одним движением, извлекая меч и быстро вкладывая обратно в ножны, мастер проводит фактически три совершенно незаметных для глаза удара. Они переходят один в другой, создавая невидимый пируэт, невидимые ласточки, которые, мгновенно взлетев, тут же садятся на какую-то опору, и для противника, для хищной птицы, это движение становится практически невидимым. Ласточка исчезает из поля зрения хищника, готового ее перед этим съесть. Та же самая философия воплощена в движении мастера, когда одним движением, выхватывая меч, мастер проводит три атакующих движения, каждый из которых является смертельным для потенциального противника. Перед оружейниками стояла задача сделать клинок идеально твердым и упругим одновременно. В средние века добиться этого можно было только экспериментальным путем. Мастерам пришлось проделать тысячи опытов по взаимодействию разных видов железа, угля и температурных режимов. Старинные секреты изготовления боевой стали и сегодня пытаются разгадать тысячи профессионалов и энтузиастов. Из печи достают кера, так называемую сыродутную сталь с очень высоким содержанием углерода. Кузнец откалывает от нее куски, плющет и затем набирает из них пакет для будущей заготовки клинка. В древности сталь с высоким содержанием углерода сплавляли вместе с чистым железом, которое не могло затвердеть. Получившиеся бруски подвергали ковке, затем полосу-заготовку меча закаливали, но только у поверхности. В результате мастера получали клинок, имевший твердые и мягкие части с характерным орнаментом. Во всем мире этот рисунок стал называться «Дамаском». Оружейники считали, что клинок будет тем лучше, чем сложнее его конструкция. Традиционный японский меч состоит из многих слоев стали, которые в процессе работы последовательно складывали, нагревали, остужали и опять ковали. Аккуратно поворачивая полосу, мастер мог еще в кузне закладывать тип видимых на готовом клинке узоров – хода. Придав заготовке окончательную форму, мастер проводил грубую шлифовку и ставил свою подпись на заготовке. Но чтобы стать настоящим мечом, изделию следовало пройти самую сложную и важную стадию – закалку лезвия. В результате этой операции получалась острая, как бритва лезвия, а на поверхности клинка появлялся хамон – волнистый рисунок закалки. Лезвие и обух клинка накалялись по-разному. Попеременное нагревание и охлаждение приводило к тому, что клинок начинал жить. И через некоторое время сам, почти без участия мастера, принимал свою окончательную форму. Только после этого оружейник начинал кропотливую шлифовку. Клинок тщательно шлифовали в течение многих дней. Только после этого он становился мечом. Новорожденный меч подвергали испытанию. Темосигири – пробные рубки. Вплоть до 16 века мечи проверяли на обычных людях, как правило, крестьянах. Народу при этом гибло великое множество. В конце концов, Сёгун, высший военный правитель Японии, прекратил подобную практику. Мечи стали проверять на соломе, вымоченной в воде, особым образом. Она имитирует жесткость человеческого тела наилучшим образом. Выдержавшие испытания меч одевали, наделяли достойной самурайского оружия оправой, рукоятью, гардой и ножнами. После этого его отдавали воинам. Но считалось, что этот меч еще спит. Любой новый меч, сделанный мастером, должен пройти ряд этапов так называемого оживления. Потому что только что изготовленный меч – это меч спящий. Его, как и человека, необходимо разбудить, воспитать, провести через серию технических, энергетических комплексов, когда меч начинает дышать. Только такой меч является продолжением руки мастера. Только такой меч по-настоящему играет. Он несет в себе ту энергетику, которую передает ему мастер. В противном случае, даже самый хороший меч, не пройдя через руки мастера, и не приобретя вот этот энергетический контакт, остается спящим мечом. Только после этого воин готов был идти в битву. А меч становился частью его самого, продолжением его души. О мечах слагали легенды, им посвящались стихи. Честь и бесчестье, жизнь и бессмертие. Что между ними? Только клинок.